Приветствую! С вами Екатерина Оранжерейка и часто в кадрах попадает вот это вьющееся растение Анридера. Не пересаживала уже лет 10, может меньше, может больше, не помню. Но стала замечать, что какие-то вялые листья у него, что пошло не так. Ну, решила, надо полить. Поливаю, листья все равно вялые. А не хватило разумения посмотреть грунт. Я же всех учу. Пальчиком, проверяем пальчиком грунт перед тем, как полить очередной раз. И что я обнаружила? Плохо видно, темно, но здесь лужа, мошки, полный залив растения. Видите? Вон вода. И прощай, Анридера, постараюсь спасти хотя бы корневище. Придется взять секатор, обрезать все эти плети. Примерно вот так. Вытащить на улицу растения, промыть корни, просушить и пересадить. Напоследок снимаю эту красотку на видео. Целый водопад листьев. А если посмотреть ниже, посмотрите. Печально, но придется обрезать. Беру в руки секатор и обрезаю. Почему обрезаю так? Низко. И все эти плети, конечно, погибнут. Потому что не вытащить иначе это растение на улицу, чтобы пересадить, чтобы промыть корни, вытащить его из горшка. Печально. Сердце кровью обливается. Да. Прямо аж рука не поднимается. Такую красоту уничтожать. Вот так вот. Убираю все. Этот угол освобождается тоже. Да. Печально. Но факт. Это говорит о чем? Проверять. Обязательно проверять пальчиком. И я всем говорю, а вот сама не сделала нужного. Безжалостное удаление прекрасной анридеры. Все. Иду. Вываливать горшок и смотреть, что с корешком. Приходится выкидывать. Обрезано. Здесь я не знаю, что я смогу спасти. Но, во всяком случае, сейчас перевалю. И уже увижу. Но важно осмотреть корни и, конечно, промыть их хорошенечко. Теперь только промыть остатки корней и посмотреть, в каком они состоят. После того, как корешки промыла, вроде бы они еще здоровые. Дам подсохнуть немножко. Уберу лишние плети, чтобы была сила. Вот видно, что здоровый корешок. Свеженький. Оборвала, когда споласкивала. Но думаю, что будет хорошо. Но посажу не в такой большой горшок. Растения-то стало намного меньше. И обрежу примерно вот так. Ну, все. Обрезаю, даю подсушивать. А потом уже покажу, как буду сажать. Вот это место освободилось. И как же хорошо, свободно стало. И, казалось бы, все. Ничего сюда ставить не надо. Вот и музыка моря, музыка ветра стала слышна. Слышите? А когда здесь была анридера, не было этого звучания. И теперь вход в оранжерейку кажется свободным, красивым. И так было бы хорошо ничего больше не устанавливать туда. Потому что и так в оранжерейке, моей любимой оранжерейке, с любимыми цветами, очень много растений. Но придется мне на это место опять установить цветы. На улице похолодало. И неизвестно, сколько будет еще теплая погода. А цветы-то требуют тепла. Поэтому я занесу цветы. Корешки подсохли, оставила на сутки. Нигде нет подгнивания. И сейчас буду сажать. А вот это, видите, лучше, наверное, удалить. Да, лучше, конечно, все сразу посмотреть, что можно изменить. А это я отправлю к черенкам, которые постараюсь сохранить. Ну, это как получится. Иногда гибнущее растение невозможно сохранить. Ну, вот, несколько черенков я установила в воду. Хотя, видите, нету тургора, странно. А стояла в воде сутки. Осмотреть все корешочки. И посадить вот это. Вот, видите, и тут хорошо, что посмотрела. Буду сажать я в маленькую емкость. Здесь установлен, как дренаж, галька и древесный уголь из костра. Устанавливаю также, посмотрите, это конский навоз. Сухой. Как подкормка. Посмотрим, как себя поведет. Грунт подготовила смешанный. Использую универсальный, песок и совсем-совсем немного для пальм. Грунт. Видите, он очень хороший, но он слегка вогкий. Вогкость проверяется вот так, видите. При сжимании, если остается комочек, значит, грунт слегка влажный. Поэтому сегодня поливать не буду на дно. Немного грунта, чтобы заполнились пустоты. И укладываю все череночки. Так уложить, чтобы им было комфортно. Любите мои пересадки? Мне часто пишут. Пересаживайте почаще. Так интересно наблюдать. Надо создать комфортное состояние корешков, чтобы они сказали спасибо, хозяйка, спасибо, Катюша, спасибо, что ты услышала нас и создала нам те условия, которые можно было бы создать. А вот здесь, смотрите, хорошо, что посмотрела под гнивание. Все. Этот корешок надо обрезать. Смотрим дальше. Сегодня я его не посажу. Я оставлю, чтобы он подсох, а потом посажу. То есть, внимательно-внимательно рассматриваем все корешочки. Потому что даже один гнилой корешок может привести к гибели всего растения. Вот здесь свежий срез. Я его не буду засыпать. И, пожалуйста, приходи в себя, анридера. Тебе тоже уже лет 30, как ты живешь в моем доме. Да, даже больше, 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 в 94 году появилось у меня это растение. И я его попросила в банке. Шла как-то мимо банка. Зашла специально и прошу, дайте мне, пожалуйста, росточек. Я вам принесу взамен, что вы хотите. А мне говорят, да ради бога, берите. Нам не жалко. Все. Как вы поняли, поливать я не буду. Вот этот корешочек оставлю наверху. Пусть он приходит в себя. А уже завтра я полью. Ох, забыла еще маленький корешок. Ну, я тебя сюда воткну. Ты не обидишься. Вот так. Очень прошу анридеру, чтобы она все-таки не покинула меня, потому как это растение у меня долгожитель. Ну, а теперь устанавливаем на место анридеру другое растение. Вперед. Растения установлены. Это мои прекрасные юбки. Будут находиться у входа в оранжерейку, но мне очень приятно, что музыка ветра, музыка моря будет слышна. Вот так вот смотрится теперь вход в мою большую оранжерейку. Да, слишком много растений. Я понимаю, я все понимаю, но теперь я ответственна за них. Они же радуют меня и создают в каждый день какое-то новое видение, какой-то новый сюрприз. В общем, мы любим наши растения, а они нам отвечают тем же. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова